Скандал с семьей Натальи Водяновой вышел на всероссийский уровень. Напомню, вчера мама и родная сестра супермодели стали жертвами бесчеловечного отношения. Младшая сестра Натальи Водяновой Оксана с детства страдает аутизмом и ДЦП. И вот вчера, когда она вместе с мамой зашла в кафе в автозаводском парке, чтобы отдохнуть после прогулки, местные шашлычники, по словам мамы, просто выгнали ее оттуда, мотивируя это тем, что девушка отпугивает им посетителей. И даже вызвали наряд полиции и сдали ее полицейским за мелкое хулиганство. Причем все это происходило в очень грубой и унизительной форме. Маме всемирно известной супермодели пришлось в участке писать объяснительную. Сама Наталья Водянова вчера вечером на своей странице в Фейсбуке опубликовала большой пост, в котором недоумевала по поводу случившегося и призывала людей быть толерантными к тем, у кого есть некоторые особенности в развитии. Между тем, все случившееся всколыхнуло общественность и вызвало большой резонанс. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье «Унижение человеческого достоинства». Всех сотрудников кафе и охранного предприятия увезли на допрос. А само кафе «Фламинго» сегодня с самого утра было закрыто. И с проверками туда нагрянули всевозможные инстанции. Даже пожарные приехали. Вы сейчас проверку проводите? Инструктаж с людьми. Я вам памятник подал. Так я же вам говорю, что у нас цель проводить инструктаж по пожарным запасам. Вот я вам памятник подал. Здравствуйте. 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 Кафе не работает? Пока нет. А почему? Потому что, которые были, они там следствовали. С чем вызвали? Ночь. С этим инцидентом, да? С семьей Водяновой? Не знаю, не знаю, не знаю. Нет, почему закрылся кафе? Не знаю, денежки. Как вы оцениваете действия вашего сотрудника? Он правильно себя поверит? Они не будут работать. Не будут работать? Нет, больше не будет. Мы тоже не будем. С ночи сегодня, с полторого ночи мне звонили ночью. Все, проверки идут, проверяют, разберутся. С директором кафе общались уже? Он в больнице лежит. С микроинсультом. Великом сожалению. Его даже ночью не могли. У него есть, его занимался соответственными органами, уже представитель его по доверенности. Сегодня даже с Москвы звонили с генеральной прокуратуры. Я сделал сегодня все для того, чтобы парке было удобно инвалидам. Я им сделал пандус. Все, чтобы они могли продвигаться. Дорожку сделал. А то, что сегодня получилось вот так. Ну, это ЧП, ЧП. Не закрыли. Не закрыли? Пока будем не ждать ответ. Где директор кафе? Дома. Не болится? Нет. Как он комментирует эту ситуацию? Дорожка, давайте закончим. Вопросы все. Более того, всю эту ситуацию взял под контроль Следственный комитет России. Именно безнаказанность за такого рода преступления создает ту самую почву вседозволенности и ложного представления о том, что сильный всегда прав. Это, я вас уверяю, не так. Во всяком случае, в правовом государстве. А прав тот, на чьей стороне закон. И при всех нюансах, с которыми, конечно же, Следственный комитет будет разбираться, очевидно, что насильно выдворять посетителей даже из частного общественного заведения не имеет права никто и ни при каких обстоятельствах. Я уже не говорю здесь о каких-либо общечеловеческих нравственных нормах, когда здоровые мужики только своим видом устрашающе воздействуют не только на женщин, но и на людей с ограниченными возможностями. А тот самый охранник, который участвовал в конфликте с мамой супермодели Натальи Водяновой, которого ночью забрали полицейские и отпустили только под вечер, до сих пор не может понять, что он сделал не так. Я думаю, это обычная рядовая ситуация. Но почему сюда приехал Следственный комитет из Москвы вместе с сотрудниками СОБРа, что здесь террористы бегали? Ну, если бы бегали, мы бы сами бы вызвали. Я извиняюсь за выражение, я это оцениваю как цирк. Что вы инвалида выгоняли? Я выгонял? Я его не выгонял. Пальцы не трогал. И словами не говорил. Может, я что-то грубое сказал, но точно не матерное. В итоге мне звонят почему-то родственники, друзья. Что такое произошло? Неужели вы верите в то, что я выгнал инвалида? Да никто его не выгонял, они сами ушли. Я стал вот здесь, патрульных ждал, даже не стал с ними разговаривать. Они сами сюда дошли пешком. То, что забрал матушку госпожи Натальи Водяновой, точнее, не я забрал, я вызвал сотрудников полиции на нее. Извините, пожалуйста, закон распространяется на всех одинаково. Или там какой-то купол над головой стоит, который не позволяет этого сделать. Я вот этого не могу понять. Давайте я тоже такой купол надену и что-нибудь сделаю плохого, противозаконного. Другое, вот мне интересно, когда на человека было написано заявление по административному правонарушению, почему этот данный человек оказался через три часа на свободе, мне вот этого вот непонятно. Что же касается мамы Натальи Водяновой, то она говорит, что и сама не ожидала такого большого резонанса. Ну, в принципе, я, да, ожидала, но что так слишком отреагировано будет, я, конечно, не ожидала. Я знала, что если до Наташи это дойдет, конечно, она возмущена. Ну, мне, конечно, жаль этих людей, но это не должно повторяться. Они не имели права гнать беззащитную женщину с ребенком, тем более, как бы, ребенок там ничего у них не нарушил, ничего не разбил. В Нижегородской общественной организации инвалидов поддерживают маму Натальи Водяновой. Хотя были случаи, да, когда вот не пускали на борт самолета человека на коляске, да, помните, вся общественность размутилась, вопрос стали решать. Если бы эти люди не заявили о том, что они были дискриминированы по признаку инвалидности, то никто бы ничего не заметил. А здесь действительно и мама себя правильно завела, да, что она, и сама вот Наталья, да, заявила об этом. Нет, если не заявлять, не говорить об этом, конечно, ничего не будет. У нас ведь давным-давно говорилось о том, что нет инвалидов. Говорилось о том, что инвалиду не обязательно выходить на улицу. Помните громкий случай, когда сделали пандус человеку с инвалидностью, а соседи его просто сломали, потому что он им якобы мешает. И на вопрос, а как же тогда человеку на коляске попасть на улицу, они сказали, пусть гуляет на балконе. Часто, как вот сотрудники кафе, так и работодатели, которые принимают людей с инвалидностью, они либо идут навстречу, либо нет. То есть сразу закрываются, не хотят общаться, или какие-то реплики грубые, можно услышать свой адрес. И нужно время, чтобы люди поняли, осознали, что нужно менять свои отношения. Кстати, как в своем обращении заявил сегодня руководитель управления по работе со СМИ Следственного комитета Владимир Маркин, владельца кафе может ждать серьезное наказание. Либо штраф в 500 тысяч, либо даже лишение свободы на срок до 5 лет. Продолжение следует... Продолжение следует...